Займем мой влог «Ничего святого» с Сергеем Понярком, а тот художник, который может иметь каждого, друзья! И хотя темой, главной темой будут местные выборы этого блога, я хочу вам показать один предмет. Он, в моем понимании, очень похож на нашего президента Зеленского. Фактически, этот предмет и Зеленский одно и то же. Вот видите, смотрите, о, такой колокольчик без язычка. Вы подумайте пару секунд, что бы это могло значить, зачем этот предмет нужен. Я хочу сказать вам, что, конечно, пользы от этого предмета ровно столько в хозяйстве, сколько от Зеленского в качестве президента. Главное, что от этого предмета, в отличие от Зеленского, нет никакого вреда. Я обязательно в следующем своем влоге проанализирую то интервью Зеленского, которое он, уподобляясь Януковичу, дает четырем комплиментарным журналистам. Я уверен, что все вопросы были заранее утверждены его пресс-службой, то есть он уже превратился в старого пердуна Янека. Я исследую это интервью, но сегодня мы поговорим о местных выборах. Так вот, этот предмет, это, знаете, такое приспособление для гашения декоративных свечек. Вот накрывается вот так вот, и свечка перестает гореть, чтобы пальчики не обжечь. У меня такое, знаете, дивное ощущение, друзья мои, что с Зеленским произошла какая-то, знаете, ну что ли, такая трагедия определенная. Мне кажется, что кто-то по какому-то злому умыслу, знаете, как-то издеваясь над мальчиком, когда-то зашил ему просто задницу, и он, когда что-то съест, он потом это переваривает и выдает нам через то же отверстие, через которое съел, просто на уши весь этот винегрет из недопереваренной информации и откровенного дерьма. Когда я слушаю, что несет это дурло, я понимаю, что и на выборах оно получит приблизительно такой же результат, ну, который вызывают его идиотские речи. Так вот, по факту, даже самые комплементарные опросы показывают, что Зеленский на местных выборах его команда набирают от силы 15%, не больше. Я уверен, что так много они не наберут, но радует уже очевидно то, что неотвратим факт, они набирают более чем в 4 раза меньшую цифру, чем год назад. В Раду, когда они зашли, они набрали монобольшинство из 60 с чем-то процентов депутатов в Раде. Теперь до 15 они не дотянутся, и слава богу, но эти бараны, они еще хотели, запустили пробный шар с Хавой мы или нет, отменить второй тур выборов в больших городах. Ну, конечно, их больше всего раздражает Киев, где безальтернативно мэром остается Кличко. Я пройдусь по остальным местам коротко. Смотрите, в Киеве Кличко получает где-то от 45 до 50 процентов, это в первом туре. Во втором он бьет любого кандидата, он покрывает его как бык-овцу по своему рейтингу. Что касается Киеврады, ну, опять, моя хотелка, конечно, я бы хотел как избиратель, чтобы процентов 30, под 30 процентов набрал удар, не менее 20, чтобы набрала европейская солидарность. И я все-таки думаю, что 7-8 процентов имеет возможность набрать свобода. Да, я проанализировал ситуацию, понимая, что явка обещает быть очень небольшой, а электорат свободы максимально дисциплинированный, он самый дисциплинированный среди всех политических сил, которые баллотируются на этих выборах. Поэтому я думаю, что коалиция из этих трех партий была бы достойным ответом зеленой команде, чтобы у них не было даже шанса помыслить не то, что о доминировании в городе Киеве, а вообще о каком бы то ни было участии в управлении городом. Дальше ситуация по стране у них не лучше, потому что в Днепре, допустим, безальтернативно побеждает Филатов. Причем побеждает он именно в том числе благодаря и конфликту с президентом Зеленским, потому что мудрые днепряне и днепрянки, они видят, что явное противостояние между достаточно разумным и прагматичным хозяйственником и вот этой вот тупой маниловщиной, этим дурошлепом, который, извините, просто воняет от него этим наивным, инфантильным, вот этим глупым, самовлюбленным комплексом Наполеона и человеком, который умеет управлять городом. Опять, как бы мы ни относились к Садовому, но он безальтернативно лучше, чем какой-то ушлепок, выставленный зеленой командой. Кстати, знаете, там у меня жена из Струя, такой очень символический случай, в Струе мэром, похоже, останется старый коммунист Шрамовьят. Это легендарный человек, потому что он уже пересидел Путина в президентском кресле, то есть Шрамовьят, мэр Струя, больше, чем Путин, президент России, причем намного больше. Он, кстати, как и Путин, на два или три года, нет, или четыре, по-моему, передавал власть преемнику, как Путин Медведеву. То есть, вообще-то Шрамовьят, мэр города Струи, он догнал даже батюшку Лукашенко. Он, конечно, не пример для подражания и далеко не герой нашего с вами романа, но подобная ситуация символически сохраняется однозначно по всей стране. Что касается, допустим, Полтавы, это очень экзотическое место, там баллотируются одни звезды. Ну, там, конечно, отжигает, если я не ошибаюсь, там, по-моему, решил отжигать Кива, но там точно отжигает Каплин, раздает какие-то банки для закатывания. Вот, там этот, господи, Бублик от Свободы, и там, конечно же, наш известнейший блогер и мой друг Андрей Полтава. Так вот, я хотел бы, чтобы в той же самой Полтаве, ну, вот та же самая история, что в Киеве, коалиция из удара ЕС и Свободы взяла власть в местной радио в свои руки и, собственно, не оставили шансов этой зеленой команде. Ребята, это не то, что какие-то, какая-то, ну, ну, у меня персональная нелюбовь к дуракам, у меня персональная нелюбовь к дилетантам, у меня, даже сказать, профессиональная ненависть к самозванцам и самовлюбленным болванам, когда человек ни уха, ни рыло не смыслит в деле, которым занимается, и тем не менее пытается в это влазить, меня это бесит, меня это раздражает, надеюсь, что вас тоже. Так вот, друзья, да, шановні друзі, я впевнен, что вы сделаете все, чтобы я и моя команда обесралися на этих выборах. И только благодаря этому я ближайшим часом смогу нарешті втекти с президентской посадой. Від вас залежить дуже багато, да, придите на выбори, да, и жодного голосу, да, за команду моих недоучек, да, да, будь ласка, жодного, да, и обовязково расскажите всем вашим друзьям и вашим знайомим, да, что голосовать нужно только за патріотичные силы, да, до которых не отношусь ни я, ни моя команда. Не забудьте подписаться на канал Сергея, ставьте лайки, коментуйте, и я впевнен, что в ближайшем часу, да, за вами не за Иржави, и я завдяки вам, друзі, вилучу з президентского кресла, ото, з шаленою швидкостю, копняком під мою зашиту зелену дупу за вами не за Иржави.